Всем привет! Морковка. Поговорим о морковке. Люди переходят на так называемую растительную диету на, не знаю, на сколько, на 2-4 часа, может, максимум. Берут вот что-то растительное, морковку, например, покушают немножко, и через пару минут охота еще раз кушать. Что-то заточить нужно, тянет в животе, голод уже начинается, уже аппетит проходит, голод уже начинается, фаза такая, когда это можно есть. Просто все, что угодно люди закидывают в себя после этого. И еду я после работы зачастую, вижу такую забегаловку, она очень популярная, просто мега, каждый раз куча-куча народа в ней. И что в ней продают? Там курицы на вертеле. И я понимаю, что большинство на моем канале либо уже перешло на веганизм, либо собирается, либо уже давно перешло. И поэтому просто расскажу, что это, курица на вертеле, что там играли с курицей, может, там ее вертели, она бегала за чем-то, за мухами или что. На самом деле, к сожалению, все не так. Куриц в клетках держат, они буквально вот на таком расстоянии, как мои руки, друг от друга сидят, их откармливают. В какой-то момент, когда они достигают экономически выгодного веса, их убивают, ощипывают, потрошат, в них засовывают железный штырь. И крутят, соответственно, в печи с нагревательными элементами. Боже, такое курица на вертеле. К сожалению, в 2019-м это еще есть, да? Если ты вот подключился из какой-то области, где все в это варварство уже прекратилось, то вот, к сожалению, рассказываю тебе о том, что нет. И жир течет с трупа, соответственно, курицы, все жирное, невероятно жирное. В этом же заведении продается картошка фри по вегану, но, конечно же, фритированная картошка, да? Помфри в Германии она называется, вообще это французский. Но все это мега-ультра жирное. И всегда с утра там закрыто, там люди не завтракают, что странно, а люди туда заходят. Немцы, получается, после того, как закончили работать. На работу я уже рассказывал, что они берут, очень мало. Зачастую это булочки с, соответственно, кусками других животных, а кроме курицы. Очень жирные, с майонезом, с подливом и такое дело. После работы немцы устали, немцы потратили энергию. Немцы отлично работают, качественно работают, весь день. Вот, сегодня я, например, 9,5 часов работал. Конечно же, потратил кучу энергии, но и принял тоже кучу энергии. Но что думает среднестатистический, извиняюсь, немец, или в том числе россиянин? Он отработает, жрать охота неимоверно. И, конечно же, потенциально твой разум будет искать самый быстрый источник калорий, самый быстрый источник энергии. Кто-то мне там писал, как это в кофе нет энергии, бла-бла-бла, там есть минералы, бла-бла. Нет-нет-нет, килоджоули, энергия. То, что можно сжечь. Морковки ее очень мало. И люди ассоциируют почему-то растительное питание именно с морковкой. Питаются там, не знаю, какие-то брокколи себе заварят, какие-то супчики жиденькие. Все это покушают. Один бананчик, не больше, там же сахар. И после этого у них голод начинается, и они переходят обратно на варварский образ жизни, варварский образ питания. И, конечно же, как я уже сказал, ищут что-то пожирнее, пожирнее, чтобы компенсировать весь свой энергетический дефицит. После этого они утоляют ненадолго голод, но, к сожалению, ненадолго жиром наш мозг не питается. То есть ему подавай углеводы, как и всем другим клеткам нашего тела. Конечно же, жир тоже важен. Ты не поверишь, но в моркови он тоже есть. Так же, как и белок, так же, как и угли. Все это в моркови есть, но просто в очень маленьких количествах. Так вот, недостаток углеводов вызывает что? Еще раз голод, еще раз нужно кушать. И так получается, что, да, ты можешь не верить мне, но посмотри статистику, в Германии больше 50% людей, страдающих лишним весом. Откуда это все берется? Из морковки? Из бананов? Не думаю. Но, как вообще, вот, люди думают, что, да, растительное питание, это, типа, мало энергии, там, мне опять захочется кушать, бла-бла-бла. Я лучше вот съем мясца, да, нужно пожирнее, помощнее все это, белка до хрена и прочее. Потом, конечно, какой-то десертик по-любому нужно будет заточить, потому что без углей никуда в кето-диета, пожалуйста, посмотрите видео, там, Тачоно, видео, Мик, Майк Завиган. Кето-диета – это диета с отсутствием углеводов, и люди просто с ума сходят на ней, да, возможно, ментальные сдвиги, депрессии, литургии, прочие симптомы. И что нужно в итоге? Конечно же, морковкой, брокколи, там, какой-то капусткой не попитаешь, но если ты хочешь кушать на растительном питании, то, конечно же, переходи на высокое углеводное растительное питание, не высокожирное, да, не картошку фри там жрать, периодически потом бананчик, после которого еще захочется кушать. Нет, не один бананчик, одно яблочко, а чертовы 10 бананов. Если ты после 10 бананов еще захочешь кушать, еще скушай, либо бананов, ялы, груша, мандарины, апельсины, помело и прочее. То есть, если ты хочешь кушать, кушай еще высокоуглеводное растительное. Может, у тебя, как у меня, например, за весь этот день, я не знаю, здесь вот калории не написано, но, по-моему, больше 3000 калорий я потратил. Конечно же, нужно жрать. Если ты молодой человек, молодая девушка, конечно же, у тебя энергетически требует организм соответствующего количества энергии, чтобы твои активности как-то покрыть. В этом ничего страшного, плохого абсолютно нет. Нужно есть, но есть нужно правильно. Если ты считаешь, что вот, я съел столько много или съел много там брокколи и все равно потом сразу захотел кушать, то попробуй вот так. Соответственно, вот это рис, басмати, просто с, что там, сельдерей, свекла, свекла топ материал для восстановления. Фасолька, фасолька, конечно, тоже. И здесь тоже, да, пацан больше 10 часов крутил, пожалуйста, чертов, не знаю, полтора килограмма еды, съешь это, захочешь еще кушать, еще можешь сварить. Здесь почти 400, да, что-то типа того, грамм сухого риса. Я все это съем, да, до последней рисеньки. Если еще захочу, я съем еще. Или выпью сок, или съем яблочко, или еще что-то такое. Хотя фрукты, такие вещи лучше до, да, до того, как сваренные употреблять. Такие вопросы, или там хлеб безглютеновый мы купили, еще что такое. Если я здесь хочу кушать, без проблем, абсолютно без проблем. Если ты что-то делаешь, тебе нужно есть. Это нужно просто понять. И нужно тоже понять, что тебе не нужно есть жирное, пережаренное, то, что раньше жило, дышало и хотело жить. Не нужно есть животных. В них нет ничего эксклюзивного. Если бы в них что-то было эксклюзивное, то сильный мир всего, особенно в России, если бы они пробили такое, что, блин, вот что-то есть такое эксклюзивное, то я думаю, в России на фермах, или, наверное, в странах похуже, чем в России, на фермах людей выращивали. Потому что у людей профиль аминокислотный, мясо, соответственно, и прочее, отвечает 100% нашему организму. И гораздо лучше абсорбируется все дела. Понятно, да? Но вы, короче, поняли. Я утрирую уже. В итоге, что мы из этого видео вынесли? Если ты голоден, ешь высокоуглеводную растительную пищу. Если у тебя есть аппетит, уже нужно думать о том, как бы все приготовить, чтобы уже начать есть. Потому что голод – это уже последняя стадия, когда ты можешь начать есть, не знаю, то, что на поле растет, мимо которого ты проезжаешь. Потому что голод – это последнее, да? Голод ты уже проиграл. Не доводи ситуацию до голода. Если произошло, ладно, ничего плохого, сконцентрируйся на том, чтобы там гречечку, рис сварить, такие вещи, овсяную кашу, полбиную, там, что еще. Это произошло. В следующий раз подумай, как избежать этого. Скажем, ты в первый раз на работу пришел и просто не знал, что с собой взять, сколько там паузы, длится перерыв и прочее. И в этот день, ну, вообще не получилось. Без проблем. В следующий день у тебя получится. Ты должен спланировать. Для, опять-таки, твоего организма. Кроме тебя, всем абсолютно плевать на твой организм. Это было все на сегодня. Я посмотрю, что еще после этого рисочка затоплю. В комментариях, пожалуйста, напиши, чем ты обычно засахариваешься. Спасибо за внимание и за просмотр. До-два.